В седьмом веке нашей эры по указанию папы Григория Великого в Иерусалиме был построен госпиталь для паломников, странствующих по святой земле. Слово «госпиталь» означало не медицинское учреждение, а приют, где уставший путник мог получить ночлег, питание и защиту. С этого момента начинает развитие орден госпитальеров. После ряда крестовых походов госпитальеры в конце концов оказались на острове Родос. В 1522 году Османская империя выставила против защитников Родоса армаду в 400 кораблей, численность войска которого достигала 100 тысяч человек. Госпитальеры были отброшены в Мальту. Но в этом прохождении у нас будет все немножко по-другому. Всем привет, с вами Базилевс и мы начинаем прохождение за орден госпитальеров в игре Европа-Юниверсалис 4. И наша главная задача в этой игре как можно скорее сформировать латинскую империю в режиме Айронмен. Как водится у каждого любителя парадокс стратегии, утро начинается не с чашечки кофе, а с грамотной расстановки сословий. Самым важным пунктом здесь является сословие буржуазии, которое должно нам дать раннюю коряку. Остальные сословия вы можете брать по своему желанию и самое главное взять задание с 90% вероятностью, которое будет посвящено улучшению отношений с Папой Римской. Берем его обязательно. Не отпуская паузу, сразу же начинаем крепать претензии на Византийскую империю. Помимо слабой экономики мы также имеем 0% религиозного единства, поэтому обязательно делаем фокус на миссионеров. Также мы можем нанять мужика, который также через решение позволит нам улучшить перекрас религиозной нашей столицы. Не забываем прожимать в решениях строительство одной ранней коряки, это очень важно и начинаем сразу же грабить все побережья. К концу грабежа у вас должно быть около 300 монет, их мы копим. В 1447 году сразу же начинаем нападать на Афины. Эта дата у нас по сути является датой окончания строительства ранней коряки, которая позволит нам получить господство в море. Это очень важно для того, чтобы спокойно и своевременно делать необходимые высадки из столицы на территорию Византийской империи. Первой провинцией для вторжения у нас будет являться Афины, потому что их проще захватить и осада начнется сразу же. После чего необходимо подвести подкрепление с территории Родуса и высаживать войска до тех пор, пока у вас не будет полного господства на суше. На следующем этапе мы захватываем с вами город Афины и продвигаемся вглубь Ахеи и Мореи. При этом про Константинополь можно уже забыть, так как его захватили османы и вернуть его уже невозможно. Наша задача не допустить византийцев освобождать свои территории. После падения Константинополя, а также всех крепостей византийцев, мы подписываем мирный договор. И я бы вам порекомендовал выделить Византию как отдельное государство, как раз таки в Мореи, где у нас находится крепость. Она будет давать нам 3000 гарнизонов в случае будущей войны. Византия будет иметь претензии практически на всю территорию Греции. Это очень полезно, поэтому я рекомендую оставлять Византию именно, а не Афины. После этого мы с вами расширяем плацдарм для будущей военно-исманской империи через Эпир, на который у нас уже заранее подготовлена претензия благодаря тому, что мы взяли Византию в свои вассалы. К сожалению или к счастью, Эпир у нас является союзником Рагузы, поэтому нам придется воевать сразу с двумя государствами. Такой союз является довольно редким, если он будет, ничего страшного, в таком раскладе вы сможете победить и завоссалить Рагузу, помимо полной аннексии Эпира. Того флота, который у вас будет на тот момент, будет достаточно для того, чтобы получить превосходство на море. Мы получаем, получаем также новые корабли, возможно, да, опять же таки у вас может быть немножко по-другому. И, соответственно, далее мы идем подавлять наши восстания. А восстания нас по-любому будут, так как мы присоединили большое количество православных провинций. И все это, естественно, пыхнет у нас в столице. Финальным аккордом данной кампании у нас будет высадка в Рагузу. И опять же таки тех сил, которые у нас есть, будет достаточно для того, чтобы с одного раза суметь разбить Рагузскую армию даже при условиях высадки и также оккупировать их крепость. Вот таким образом мы смотрим, да, армия Рагузы быстро выпиливается и наша армия встает на осаду. Ура-ура! После удачной осады Рагузы обязательно проведите морское сражение, не торопитесь подписывать мирный договор для того, чтобы захватить по максимуму вражеские корабли во время абордажа. Далее вы можете подписать мирный договор по примерно таким положениям. Значит, сначала вы подписываете договор с Рагузой, делаете ее вассалом, выбиваете из нее по максимуму денег. Следующий мирный договор мы подписываем с Эпиром, но Эпир можно полностью присоединять, нет смысла абсолютно никакого его вассалить. Забираем максимум денег и теперь идти наши территории. После удачной войны и во время переварки территории необходимо улучшать отношения с Австрийской империей, так это будет наш союзник номер один must have на протяжении многих десятилетий, а может быть и столетий, так как является также и противником Венецианской республики, у которой нам придется отбирать территории. А перед нашей самой главной войной не забудь подписаться на мой телеграм-канал, в котором я выкладываю все мемы, все анонсы, анонсы стримов и моменты из личной жизни. Моменты из личной жизни очень понадобятся нам этим летом, потому что я уеду опять по архивам в разных городах, Саратов, Москва, Подмосковье, Ярославль, собственно, в многих городах я побываю, и поэтому буду выкладывать фотографии, кружочки, голосовые, если это интересно. Обязательно подпишись, у нас дружная комьюнити, мы всех там ждем. К 1457 году у вас наверняка будут максимальные отношения с Австрийцами, но они по-прежнему будут отказываться от мира, поэтому мы добавляем в противники Венецию, и вуаля, теперь Австрийцы с нашей союзники, причем они Австрийцы, наши союзники, вместе с Унией, с Венгрией. И мы тут же, тут же объявляем войну Османской империи, обратите внимание, сколько у нас корок, и все это благодаря тому, что мы оставили одну провинцию, Морею, Византийской империи. Обязательно призываем Австрию и начинаем боевые действия. Австрийцев и венгров нам, в принципе, будет достаточно для того, чтобы победить османов, однако тотального превосходства живой силы у нас все равно не будет, поэтому будьте очень аккуратны. Старайтесь по максимуму оккупировать вражеские провинции для того, чтобы не допустить туда австрийцев и венгров. Нам нужно вытащить из этой войны максимум, тот максимум, который позволит нам в следующих войнах воевать с Османской империей один на один. Поэтому обязательно, обязательно оккупируйте провинции, выходящиеся в Сербию, так как эти территории нам будут нужны. И если их захватят австрийцы, то мы их себе практически никогда не получим. Буквально на следующий год мы оккупируем все территории Балкан, которые принадлежат Османской империи, и также фактически под нашим контролем будет Константинополь. Все это благодаря превосходству в море, превосходству в живой силе, и самое важное, мы нападаем на них тогда, когда они не воюют с каким-нибудь даже маленьким государством на востоке. Это важный момент. Далее вы можете не делать, как я, и просто забирать все эти провинции себе, не отдавая ничего Византии, но я решил просто так отдать Византии Константинополь и Македонию для того, чтобы впоследствии присоединить их через дипломатию. Финальным аккордом вашей военной кампании будет выход в Малую Азию, и по факту война уже закончена. Турки воевать не хотят, у них оккупирована столица, у них оккупирована большая часть территорий, и вы можете спокойно наносить последний удар и подписывать мирный договор. По итогу мирного договора не забудьте, не забудьте отдать территории австрийцам, потому что они нам еще пригодятся для того, чтобы воевать против Осман, против Венеции и других врагов, которые будут посягаться на вашей территории. Таким образом мы забираем все побережье для того, чтобы контролировать проливы и территорию, которая вводит нас в Сербию. Также не забудьте взять провинцию Бургас, которая находится у нас на севере, для того, чтобы выделить оттуда Болгарию впоследствии. Болгария нам необходима будет после присоединения Византийской империи, так как у нее большое количество корок на значительной территории Османской империи, на Болганах. Ну, по факту на всю Болгарию, да, и поэтому она нам пригодится как заменитель Византийской империи. После военных действий обязательно не забудьте разграбить все побережья, потому что это даст большие деньги вашу казну, которая будет трещать по швам, скорее всего, после этих кровопролитных войн. И даже репарации Осман могут вас не спасти. Также не забывайте улучшать отношения с Арагоном. Возможно, лучше, конечно, заключить с ними союз для того, чтобы у вас выпал этот замечательный ивент, который дает вам остров Мальта. А остров Мальта, помимо халявной провинции, дает вам возможность халявно грабить берберские страны на севере Африки. Далее для нас открывается прекрасная возможность для войны Османской империи благодаря контролю проливов Босфора и Дарданелла, а также тому, что Османская империя кинула гарантию независимости. Сербия, призываем Австрию и сразу же начинаем войну за регион Косово. Косово это золото, Косово это Сербия, господа. Контроль над проливами дает нам возможность спокойно, без какого-либо напряга, забирать себе балканские территории. Забираем себе Косово. Собственно, данная часть войны будет супер неинтересная, поэтому мы ее немножечко промотаем. Как мы видим, оккупация Балкан прошла успешно. Османы не сумеют отстроить флот, более того, любые попытки навязать нам морское сражение будут заканчиваться для них печально, и наша армада пойдет на территорию Малой Азии. Мы можем, конечно, позвать Арагон, но зачем нам это нужно? Лишние союзники, мы будем унижать Османскую империю самостоятельно. Только мы, австрийцы, венгры и наши малыши-вассалы, которые, конечно, оказывают посильную помощь, как мы видим в этом конфликте. Время подходит к очередному мирному договору по итогам уже второй войны, и давайте посмотрим, какие территории нам нужны. Да, территории нам нужны внушительные, и так как Османская империя не является главной стороной конфликта, то мы можем забрать у нее территории не так уж и много. Возьмем, давайте, четыре территории, крепость в Малой Азии, которая нам станет важным плацдармом для последующих атак. Думаю, после этой войны Османская империя уже, скорее всего, никогда не вернет свое былое величие и славу. Забираем у них деньги, и теперь эти территории являются частью ордена госпитальеров. Далее, подписывая мирный договор Сербии, я бы рекомендовал забрать всего лишь три территории, то есть это территории Косово, для того, чтобы контролировать просто золото пока что и на всякий случай получить выход в Боснию. Конечно, вы можете на свой страх и риск присоединить всю территорию Сербии, но опять же таки Австрия у меня выставила их как территории желаемые, поэтому присоединение данных территорий очень сильно ухудшит отношения с австрийцами, и я получу себе мощного противника, пока мне это не нужно. Фактически после такого разгрома Османской империи на нее будут нападать все, кому не лень. В данном случае Османская империя уже воюет с поляками, поляки для нас могут стать большой проблемой в будущем, и также они воюют с мамлюками, с караманом и еще с огромным количеством стран. Думаю, что после этой войны Османская империя просто будет в клочья разодрана на части. Не забываем улучшать отношения с Папой Римским, в идеале нам нужно заключить с ними союз для того, чтобы получить собственные корки на Венецию, правда они у нас и так были благодаря Византийской империи. Также мы можем призвать австрийцев и Папскую область для того, чтобы вернуть эти земли, нам, как видите, осталось совсем-совсем немножко. Эта война тоже будет с большим численным перевесом со стороны Ордена Госпитальеров, тотальное превосходство в море, тотальное превосходство на суше, на суше уж тем более тотальное превосходство, и дальше нам нужно захватывать просто спокойно территорию Венеции. Старайтесь самостоятельно идти на территорию Венеции, потому что она имеет очень важный регион, который называется Венеция, и так как мы не расширялись на Балканах, не забирали себе Боснию, не забирали себе Сербию, мы можем позволить себе забрать одну маленькую провинцию, которая является конечным торговым узлом. Венеция, собственно, это очень важно, и поэтому старайтесь воевать своими ручками, не оставляйте все на союзников, это даст вам большие дивиденды в будущем. Я бы порекомендовал сделать так, чтобы вы смогли подписать стопроцентный мир с Венецией. Конечно же, желательно окончательно уничтожить их флот, забрать все корабли себе благодаря абордажам и отдать большую часть территории своим вассалам. Собственно, подписываем мирный договор, по итогам которого мы себе, наверное, заберем, давайте, территорию Далмации и, собственно, сам конечный узел Венеции. У нас появляется небольшая коалиция, но эта коалиция для нас не является проблемой. Скорее всего, она даже не сформируется благодаря мощным альянсам и, собственно, собственным, собственно, собственным вооруженным силам. Как красиво звучит. Это все, конечно, хорошо, но нам не хватает еще пары провинций от Генуи, которые являются союзником нашего союзника Арагон. И Арагон будет воевать против нас, но так как мы уже имеем значительный флот благодаря абордажам, да, мы объявляем войну Генуи и будем стараться воевать чисто, красиво, с использованием флота. Берем десант и идем сразу к столице. Нас не интересует по факту ничего. Нет, конечно, мы можем для того, чтобы Арагон тоже захватил подписать этот мир. Можете попробовать захватить у них Сицилию. Это абсолютно реально. Вы можете ее оккупировать, захватить Сардинию. Я в данном случае просто ее пытаюсь оккупировать зачем-то. Но, в принципе, вы можете спокойно это делать без какого-то супер-мега-агрессивного расширения. После оккупации Сицилии идите сразу на Генуи и вставайте там в осаду до тех пор, пока не захватите эту крепость. Собственно, весь смысл этой войны. Никаким сухопутным путем практически эти товарищи к вам не дойдут. А если даже дойдут, то вы можете спокойно перебросить войска и выбить их уже на свои территории. Осада Генуи может занять довольно длительное время, поэтому к этому нужно достаточно основательно подготовиться. Девяти полков вам явно не хватит. Нужно, конечно, отправлять больше. И также иметь армию для подавления восстаний внутри государства, благодаря расширению у нас возникают некоторые проблемы. Собственно, подписываем мирный договор с Генуи. Можно даже не забирать у них денег. Забираем две провинции, которые они нелегально себе забрали и все. Последний финальный штрих это Османская империя, с которой мы можем спокойно справиться самостоятельно. Мы можем вводить сразу войска в Малую Азию. Мы можем сначала оккупировать Балканы, как я это делаю, а потом уже вводить войска в Малую Азию. Османская империя не представляет для нас никакой опасности. Даже со своими союзниками мы ее спокойно раскатываем. Сам процесс военных действий я тоже вам не буду показывать. Мы забираем по факту концу войны практически все земли, которые нам нужны для формирования Латинской империи. И даже чуть-чуть больше. И на дворе у нас барабанная дробь 1491 год. И мы восстанавливаем Латинскую империю. И у нас есть даже два варианта. Мы можем оставить Орден Госпитальеров. Если вы нажмете Deus Vult, у вас останутся Госпитальеры. Если вы напишите Константинополь наш, вы получите уникальное новое государство. Старое новое государство Латинской империи с новыми традициями и амбициями. Давайте посмотрим, что же это такое за государство у нас получается. Во-первых, у нас меняется цвет нашего государства. Золотой, шикарный цвет. На самом деле, один из лучших. Чем-то напоминает Кастилию. Но, наверное, даже поприятнее будет. И очень близкий такой к сердцу флаг, напоминающий, собственно, Византийскую империю. Но понятно, что Латинская империя – это такой осколок Византийской империи после Крестового похода. И у нас появляются... Так, а что у нас еще не появляется-то? Может, нам нужно отмотать? А, вот, все, сейчас появятся у нас новые идеи. Первая идея – это император Константинополя, который дает нам увеличение праведности. Вообще, на старте у нас сразу дисциплина плюс 5, крещение еретиков плюс 3 – это просто на старте, вдумайтесь. Далее у нас касающиеся стабильности, увеличение на папу, торговля, мощь кавалерии, да, соотношение кавалерии, необоснованность требований, диплепутация и плюс 15% рекрутах в территории с истинной верой. Но так как мы будем крестить всех очень жестко, да, плюс 3 миссионер, можно же еще взять миссионера в помощь, да, и гимнуть религиозные идеи, и вообще просто за секунды все это быстренько перекрещивать, то у нас будет довольно большой буст в самом начале игры именно рекрутов. Если на это еще взять и количественные идеи, и качественные, то эта армия будет просто, ну, практически непобедимой. Конечно, это не Пруссия, да, но это мощно. У нас также появляются некоторые изменения, вы можете посмотреть, если посмотрите гайд, я думаю, что вам не составит труда восстановить Латинскую империю, за нее реально интересно играть. Действительно сильное государство, необычно, да, то есть это не Византийская империя, но похожая, да, с другой верой, с другой культурой, но тем не менее. Благодарю всех за просмотр данного ролика, этим летом ролики появятся только в августе, потому что я уезжаю, опять же таки, все самое интересное будет в телеграм-канале, которое не посвящено играм. Конечно, мемы я буду выкладывать, но в основном это будут какие-то мои заметки, заметки путешественника, так сказать, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, поддержать автора в комментарии. Всем пока!